Друзья, вы на канале SkyTopGames и это восьмая часть прохождения игрушки под названием Prehistoric Kingdom. Собственно, я почитал все ваши комментарии под прошлым роликом. Много-много чего я также еще узнал для себя. Во-первых, сегодня мы с вами поменяем забор нашим целофизисам, которые постоянно убегают из наших вольеров. Да, во-вторых, мы сегодня выведем, наверное, первого зауропода. И это будет, сейчас я вам даже покажу, кто это будет. Мы произведем с вами раскопки. Это у нас будет Аргентино-Завр. Да, я думаю, что это, в принципе, достаточно большое существо. И будет интересно посмотреть, увидеть его в нашем парке. В принципе, мы можем даже сейчас сразу изучить его. Отлично. Аргентино-Завр. Сколько по стоимости он будет? Блин, по стоимости 11 миллионов. Оу, к сожалению, наверное, мы не сможем это сегодня сделать. Да еще и рейтинг должен быть 5 звезд. Вот, невероятно. Я не ожидал, конечно, такого. Ну, хорошо, ладно. Так, а что у нас еще есть по большим зауроподам? Брахиозавр. Так, здесь раскопки 800 тысяч долларов. В принципе, мы можем вывести, наверное, брахиозавра. Нет. Рейтинг парка все так же 5. Ну, хорошо, давайте тогда сделаем так. Сегодня мы с вами выведем семейство комарозавров. Почему бы нет? Я думаю, это тоже достаточно большие травоядные, которые будут интересные. И которым прямо будет офигительно в нашем парке. Предоставим им наше гнездышко. Ну, что же. Хорошо, ладно. Тогда на этом решили. К следующей серии, если что, я подкоплю деньжат на баланс своего парка. И тогда добьюсь 5-звездочного рейтинга. Собственно, в зал славы у нас попадает в Юга-1 и Захар Помиткин. Захар Помиткин, я Помыткин, простите, надеюсь, правильно называю. Написал комментарий, что сейчас, к сожалению, он лежит в больнице, и наши ролики поднимают ему настроение. А в Юга написал комментарий, знаете, такой, ну, я поугарал, честно. Что-то связанное с целофизисами. Якобы, что это за существа, за которыми постоянно нужно следить глаз да глаз. Что-то в этом роде. Короче говоря, ладно, давайте запускаем время. Да, к сожалению, мы не сможем вывести больших зауроподов. Но если рейтинг парка вырастет под конец, то, в принципе, я тогда изучу. И следующую серию мы сразу начнем. Да, с какого-нибудь брахиозавра, либо аргентинозавра. Такс, ну что же, давайте менять клетки нашим целофизисом. Целофизисы, кстати, уже все разбежались. Я это уже видел, я почекал парк. Они бегают, как обычно, где-то за границами. Спасибо за комментарий, что клетки нужно делать вольеры чуть больше. Потому что реально это не баг игры, это целофизисы сквозь них уходят. Я думаю, вот такие. Это у нас, по-моему, трехметровые, если я не ошибаюсь. Ну что же, хорошо. Давайте тогда... Вот, видите, да, уже кто-то, уже прям норовился выбежать из клетки. Сейчас будем ловить, короче говоря. Конечно, вольер бы я бы им по существу сделал бы чуть больше. Хотя вот сейчас он немножко, кстати, будет пошире у нас. Такс, окей. Прекрасно. Вот так. И вот так. Все, супер. Надеюсь, что через такой вольер они теперь точно у нас не убегут. Давайте сразу ловить наши существа. Так. Добро пожаловать. Так. Чорли, Истас и Ашкил. Будем сейчас смотреть, где они. Если мы их еще сможем... А, вот через менюшку прекрасно находит. Это очень классно, это мне нравится. Так. Истас. Не находит, но, походу, придется, короче говоря, если где-то мы его увидим, где он бегает по парку, мы обязательно его поймаем. Ашкил. Все же самое. Где-то непонятно, где-то ходит, короче. Развлекается, отдыхает. Ушел на тусовку, наверное, к Дейна Хейрусам. Кстати, Дейна Хейрус. Альтаир Сапа, подписчик, просил в честь него назвать одного Дейна Хейруса. Альтаирчик, я надеюсь, вот этот Дейна Хейрус достоин носить твой... Твое... Блин, как правильно сказать? Не имя, наверное, а твой никнейм. Посмотри, какой красавец. Нежится в болотных биомах. Ему все хорошо, ему... Его все устраивает, в принципе. Так, ладно, хорошо, давайте, короче говоря... Кто-то мне писал в комментариях, что якобы надо, короче говоря, где-то вот здесь, прям вначале, построить кафешку. Я не вижу смысла, потому что у меня есть отдельное такое ложе, огромное, прям огромное просто зона. Здесь есть какой-то отель Плаза. Так, это не то, это смотровая вышка. Отель Плаза 2. Есть еще вот такой ресторан. И, в принципе, я посмотрел по статистике, с этим как бы проблем нет. Всем нравится, что в нашем парке есть различные кафешки. И проблем с этим нету, как бы, да. Ну что же, ладно, давайте тогда проведем, наверное, раскопки. Так, а, раскопки я же уже провел, вроде, да. Где у нас... Так, комарозавр, брахиозавр. К сожалению, да, нам... Ну и, в принципе, мне бы не хватило денег вывести того же аргентинозавра, брахиозавра. Это 100%, но комарозавр хорошая замена. Конечно, не настолько огромный этот динозавр, этот травоядный, но пойдет, пойдет, короче говоря. Так, у нас также есть три вида. Комарозавр лиместоун. Комарозавр синнабер. И карибин. Карибиан. Наверное, три разных подвида. Давайте так, 2600 стоит изучение. Только изучение 2600. Давайте... Давайте все три вида, почему бы нет? Отлично. Все три вида и все три разных вида мы выведем в нашем загоне, в нашем вольере. Классно. Так, далее. Едем. Что у нас? Доступ в лабораторию генетики. Комарозавр. Вот они. Вот они, гиганты. Ух. Ух. Какой он огромный. Ну, метров. Если брать средний рост человека, метр восемьдесят. Ну, давайте по два метра. Два, четыре, шесть. Ну, грубо говоря, семь метров. Короче говоря, данное существо. И минимальный размер вольеров 22 тысячи квадратных метров. Представляете? Так, ну что же. Самец или самка? Самец. Создаем самца. Инкубатор слишком мал. А, вот в чем проблема. Я понял. Я так, кстати, и думал, что в инкубаторе может быть проблема. Он слишком маленький. Ну, в принципе, стоило бы уже давно позаботиться о новом инкубаторе. Выбрать какой-нибудь большой. Он у нас вроде бы изучен. Чтобы, знаете, не заморачиваться. Малый, большой, средний. Достаточно одного большого инкубатора. И, в принципе, там можно как и малые существа вводить, так и большие. Питомник. Вот такой огромный питомник. Нифига себе, 500 тысяч долларов. Полляма просто надо отвалить. Ну, ничего с этим не сделаешь. Туда можно кафешечку какую-нибудь потом... А, у меня же есть он. Хорошо. О, кстати, я говорил, да, в начале ролика. Вот. Мы поймали еще одного целофизиса. Которого прекрасно сейчас поместим в клеточку. Все. У нас где-то на свободе еще один ходит. Окей. Итак, большой инкубатор. Доступ в лабораторию. Камарозавр. 650 тысяч. У нас 7 миллионов. Такс. Хорошо, давайте создадим вот этот подвид. Вот этот красивый. Ох, великолепнейший. Посмотрите, леопардовый какой-то. Выведем, наверное, самку. Его такой карибский. Супремус. Я не знаю, правильно ли я сказал, что он карибский. Ну, карибиан. Что-то с этим, наверное. Так, самочка. Самец. Давайте самку. Самца, вернее. Да, самец. Одна самка, два самца. А давайте еще, наверное, и самку вот этого вида. Блин, я хочу, честно, каждого вида по самцу и самке создать. Ладно. Окей. Хорошо. Пускай будет полноценное, так сказать, семейство, короче, данного вида динозавра. Ну, возможно, и рейтинг парка будет лучше. Сейчас посмотрим. Так. Проблемы с едой, смотрю, начинаются. Дилофазавром я не помню. В прошлой серии я ставил забор выше или нет, но надо будет, наверное, все-таки увеличить. Пока у нас изучение идет, пока у нас инкубация происходит, можно ускорить время. Смотрите, численность, статистика, гостей. 1300 человек. Это новый рекорд. Мы побили рекорд в этой серии. Классно. Целофизисы на месте. Так. Меня интересует, знаете, кто Акрач? Акрач. Не шумят, не галдят, все хорошо. Так. Окей. Ладно. Короче говоря, 22 тысячи квадратных... 22 тысячи квадратного метра, да, квадратных метров. Сколько этот вольер? 10 тысяч. Прекрасно. Знаете, вольер какого размера мне сейчас надо, короче, построить? Вы сейчас немножко просто офигеете. А что, на паузе нельзя посмотреть? 17 тысяч. 17 тысяч квадратов. Это у нас как загон, короче, парацератерий, да. Короче. Погнали. Огромный. 4 метра. Я бы, конечно, наверное, изучил бы вот такой большой бы 6 метров. Но 4 метра для 7-метровых существ маловато, маловато. Очень мало даже, я скажу. Так. Окей. Да, вот так. Отлично. Отлично. У нас там были какие-то еще проблемы? Я что-то не заметил просто. Какое-то было предупреждение непонятное. Короче, как-то вот так. О, супер. Смотрим. 26 тысяч. 26 тысяч квадратных метров. Этого будет достаточно. Это даже я преувеличил, сильно преувеличил на 6 тысяч. Провести дороги. Так, запустим время, пока инкубация у нас идет. Надо будет прокачать, кстати, ускоренную инкубацию, чтобы не так долго все это ждать. Так, у нас с поставками еды какая-то фигня происходит, я смотрю. Сейчас, подождите. Ну-ка, давайте-ка наполним все наши загоны едой, чтобы динозавры не голодали. Прекрасно. Так, и проводим дальше здесь дорогу. А, нам там мешает турбина ветряная. Окей. А, вон еще один малыш салафизис, которого сейчас я поймаю, я его вижу. Вот он, вот он. Стоять. Опа, иди сюда, родной. Давай-ка обратно в вольер свой, в клеточку. Где там? А, вот оно. Есть. Так. Ну, собственно, что нам еще здесь мешает? У нас что-то по природе, по-моему. А, вода здесь. Непонятное какое-то озеро, которое нужно, блин, убрать. Зачем оно здесь нужно? Уберем. Так. И проведем здесь дорогу. Свяжем дорогу. Отлично. Даже не вижу смысла проводить вокруг клеток. Ну, хотя, хотя, чтобы наш турист ходили вокруг с разных ракурсов, осматривали данных существ, которые сейчас мы выведем. А выведу я это потомство сразу все. Все сразу целиком. Так. Где у нас инкубация? Угу. У нас осталось еще 4 комара-завра вывести. В принципе, можно, знаете, что сделать? Давайте в изучение. Биология. Увеличение скорости инкубации. 800 тысяч долларов. Отлично. Я думаю, наверное, надо это вообще все прокачать, чтобы в буквальном смысле это все прокачивалось, изучалось за минуту. Так, а что там у нас по навозным жукам? Они что, не справляются, что ли? Что-то я не пойму. Так, гнездо навозного жука. Давайте разместим еще одно. А, может быть, нам надо заказать? Да, в принципе. Наши жучки, они справляются с пометом динозавров, но динозавры, они, в принципе, и питались даже какими-то насекомыми, и всех наших навозных жучков они могут поедать спокойно. Я в этом, блин, уверен. Так, отлично. Кормушки. Можно разместить сразу пару, наверное, вот так, плоских питателей. Один оставить с овощами, а другой оставим с фруктами, наверное. Я не знаю, комарозавры. Наверное, какие-нибудь ели фрукты, что-нибудь в этом роде. Так. Высокая. Вот такие кормушки можно разместить. Пару высоких кормушек. Да, двух хватит. С лихвой. Что у нас по инкубации? Так. А у нас прокачка прошла, интересно. Давайте посмотрим. Где у нас изучение? Вот оно. Да, в принципе, мы прокачали одну систему увеличения скорости инкубации. И можно, наверное, еще... Еще одну миллион триста четыре... Сколько? Две с половиной минуты. В два... А, четыре минуты. В два с половиной раза быстрее у нас будет проходить инкубация животного. Отлично. Так, у нас опять вечер. А, так все-таки у нас... Что? Дилофа... А, дилофазавр. Вот, кстати, да? Слышали? Я недавно только что говорил, что клеточки для дилофазавров надо будет так же увеличить, чтобы они не убегали. Угу. Они сбегают через эти клетки. Эти вольеры для них ничто, в принципе. Вот Пситака просто такие существа, которые ходят себе мирно, ничего не хотят изучать, сидят в клетках своих, ходят, кушают овощи, фрукты, нежутся на мягкой подстилке из салона, которую я им благополучно расстелил. Но целофизисы... Это... Я не знаю, это что-то с чем-то, короче говоря. Так. Что у нас по инкубации? Ну, достаточно быстрее пошла инкубация. Отлично. 4 звезды рейтинг. Я думаю, сейчас пятачок мы 100% с вами набьем. 5 звезд и будет вообще прямо супер-супер. Так, раскопки. Еще миллион восемьсот потратить на инкубирование животных? Блин. Ну, раз я обещал полностью изучить биологию, то давайте это с вами сделаем. Так, у пара царотерий все прекрасно. Биома на высоте, вольеры. Все, хорошо. Окей. Все, готово. В принципе, наших... Наших, наших... Камарозавров, наше семейство, огромное просто семейство комарозавров, можно выпускать. Ну что же, давайте приступим к этому, почему бы нет, выпустить всех. Итак. Встречаем. Могучие и сильные, прекрасные, красивые, блин... Во всех аспектах этого слова, которое я сказал. Камарозавры. Да, посмотрите, вот самый, кстати, высокий большой подвид, это вот такой вот леопардовый. Оу, нифига он шею изгибает. Было бы классно, если бы размножение еще бы было. Я бы тогда вообще бы не парился бы над инкубированием яиц. Блин, они реально как живые, только посмотри. Так и хочется взять ему клювик, почесать. А вот кормушек высоких, наверное, я мало поставил. Ну ладно. Ну давайте, почему бы нет, можно поставить еще одну кормушку высокую. Вот так по краю, по краям, да, парочку, парочку разместим, чтобы гости приходили, смотрели, как они мило жуют травку. Ну еще одну кормушку. Еще одну кормушку с овощами, да. Блин, они медленные, они медленные по своей сущности. Надеюсь, они не будут таранить забор, убегать из парка. Невероятно. Классно. Так, ну что же, давайте сразу, короче говоря, в принципе, разместим здесь, наверное, какую-нибудь кафешку. Почему бы нет, да? Кафешку здесь забацаем. Так, это у нас вход главный. Слишком маленькое кафе. Ресторан Тирекса. Ресторан Тирекс. Под названием Тирекс. Да, пускай гости сюда приходят, питаются, заодно будут подсматривать за комарозаврами. Отлично. Так. Сразу проведем дорогу. Найс. Круто. Потом можно, в принципе, тут разместить какие-нибудь, я не знаю, скамеечки и все прочее. Можно вот так вот асфальтовую дорожку взять. Как я делал рядом с другим вольером, да. Здесь поставить информационное табло. Ага. Ага. Вот так с этой стороны. Немножко поуменьшить ширина сегмента. Ну, блин, это слишком маленькая. Так. 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 Отлично. Ну, я думаю, что вот этого будет достаточно пока. Пока что предостаточно, а там посмотрим. Скамейки, да? Вот здесь прямо давайте создадим такую прямо-таки смотровую зону. Почему бы нет? Вот именно с этой стороны, да. И со стороны кафешки. Вот так. Можно разместить еще вот такие столики. Так, супер. Далее. Экраны. Информационное табло. Куда же без этого? А есть какое-нибудь информационное табло, которое больше охват делает? Ну, если только вот такие, наверное. Они, в принципе, недорогие. Ну, наверное, еще вон там с той стороны еще поставим. Еще нет. Найс. Камар-завр, естественно. Нам нужно здесь показать, что здесь у нас новый вид. Камар-завр. А я вот не знаю. Пишите в комментариях, есть ли такое информационное табло, которое можно разместить прямо в начале и как-то включить его, чтобы оно показывало те виды, которые, в принципе, есть в парке. Чтобы как-то туристы сами выбирали, куда им идти и на какой вид смотреть. Честно. Напишите в комментариях. Давайте, Ланы, короче, приступим к их среде обитания. К их среде обетования. Итак, они любят у нас пустыню, кустарники, прибрежные биомы. Отлично. Вода. Ну, вода для таких животных, да, она очень даже необходима. Вода. Глубина. О, нет, это большая, слишком глубина. Размер чуть больше. В середине можно озеро, да, создать, чё нет? А по краям лесистую местность. Да. Так. Глубина чуть побольше. Так. Вот так, в самый раз. Кстати, да, такое поглубже лучше озеро сделать, чтобы, знаете, они могли туда заходить. И в жаркий день, в принципе, могли бы мокнуть, охлаждаться, чтобы не было какого-то перегрева. Ну, я думаю, что это пока не реализовано в игре. Так что, это так, знаете, чисто для себя. Чтобы мы могли чуть-чуть представить. Отлично. Так, поехали к строительствам. К строительствам, к высаживанию леса, ё-моё. Так, плотность, размер. Давайте оставим, так. И попробуем добиться хороших биомов. Отлично. Разместить. Так, пустынные, на высоте кустарники. Давайте мы сейчас сначала все три показателя, короче, чтобы они у нас полностью работали. Ага, супер. И я думаю, что, наверное, засадим все мы это какими-нибудь неплотными маленькими кустарниками. Вот так. Пустыня. Чтобы, знаете, туристы хотя бы смогли бы видеть этих существ. Потому что, если, ну, все будет засажено кустарниками, я думаю, что это будет не супер. Не очень хорошо даже для самих животных. Прекрасно. Оставим так. Я думаю, что вот это самое топчик будет. И, кстати, рейтинг-то начинает расти потихонечку, смотрите. Почти, почти половина пятой звезды была. Ох, даже земля тряслась. А топот-то какой, а грохот-то какой. Посмотрите, да, земля трясется невероятно. Это круто реализовано, да? Офигеть. Оу. А что можно наблюдать из воды? Я просто не знал. Блин, они весь корм съели. Этих кормушек надо в два раза больше, короче, размещать. Так, свет, освещение. Что-нибудь, какой-нибудь большой. Блин, фонарь наземный. Фонарный столб. Они очень... Прям светят на... Я скажу, что они вообще даже не светят. Любой фонарь уличный возьми. Был бы какой-нибудь большой, такой направленный фонарь, что-то в этом роде. Ну, короче, ладно, давайте попробуем таких хотя бы поставить, чтобы здесь было освещение для гостей. Да. Кстати, я... Кстати говоря, я ни разу не замечал, чтобы гости хотя бы садились на те лавочки, которые я разместил. Хотя, мне кажется, я все сделал прямо топчиком. Ну, примерно, вот, наверное, пускай как-то будет пока что так. О, отлично. Все, хватит. Хватит. Все, 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 все. Давайте взглянем еще раз на наших комарозавров. Просто, просто топчик, просто бомбочка, я бы даже сказал. Ну, что же, ладно, давайте на этом наше прохождение закончим. Обязательно ставь большой пальчик вверх, подписывайся на канал, кто не подписан. Вступай в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Зен и наш Дискорд. Все ссылочки будут в описании под видео. До новых встреч. Пишите комментарии. Да, не забывайте, самые лучшие два комментария от двух подписчиков будут попадать в наш зал славы. До новых встреч. Пока.